Добрый день! Вы смотрите информационную передачу новостей Красноармейска и с вами в студии я, Анна Кушнаренко. О самых важных и заметных событиях прошедшей недели в Красноармейске вы узнаете прямо сейчас из нашего обзора. Главной темой обсуждений на этой неделе стало временное отстранение от должности главы городского округа Красноармейск Александра Овчинникова. Напомню, что в январе этого года ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. В четверг, 21 февраля, суд по ходатайству Следственного комитета временно отстранил его от должности. Мера будет действовать в период расследования уголовного дела. На сегодняшний момент Александр Овчинников находится под подпиской о невыезде. Он частично признал свою вину. В пятницу, 22 февраля, в Красноармейске состоялось внеочередное заседание Совета депутатов. Депутатам предстояло принять решение по двум важным вопросам. Администрация вышла с предложением внести изменения в структуру администрации. Первый заместитель. Раньше дом наделен достаточно большими широкими функциями, в которых имел функции необходимые и безопасность, вопросы безопасности, и общие вопросы, и имущественные вопросы, и строительство. Ну, то есть, почти, если так сказать, половина вопросов местного значения. Для того, чтобы равномерно распределить функции на заместителей, когда часть функции первого заместителя, она переходит уже, значит, часть функций к заместителю главы, которые занимаются вопросами городского преддействия, и часть функций четвертого группы правления безопасности. Большинство депутатов проголосовали за внесение изменения в структуру администрации. В течение часа депутаты горсовета обсуждали второй вопрос о временном возложении исполнительно-распорядительных функций главы администрации городского округа Красноармейск. В результате единогласно было принято решение возложить фактические полномочия по управлению городом на первого заместителя главы администрации Владимира Радзевича. На этой неделе трагичная новость пришла из соседних районов Пушкинского и Дмитровского. 3 февраля от свиного гриппа скончался 7-летний мальчик, ученик школы номер 3 города Пушкино. Это уже второй случай смерти ребенка от вируса АН1-Н1, зарегистрированный в Подмосковье. Первый случай зарегистрирован в Дмитрове. Там скончалась 11-летняя девочка. По информации федеральных СМИ, диагноз был установлен после кончины детей. Напомним, что вирус свиного гриппа передается воздушно-капельным путем. В связи со случаем Пушкина, смерть мальчика от свиного гриппа, есть ли у вас какие-то мероприятия, направляете ли вам какие-то рекомендации? Значит, у нас официальных средних не умер, по этим случаям, которые отсылки еще не было, и мы знаем то же самое, что и весь народ. То, что в телевизоре. На этой неделе было определено место под строительство нового дома для расселения жильцов Морозова-2, а также семи домов по улице Краснофлотская. 19 февраля 2013 года на улице Лобачевского состоялась торжественная церемония закладки капсулы – послание потомкам фундамент нового дома для жильцов Парижа. В торжественной церемонии приняли участие зампредправительства Московской области Герман Елянушкин, генеральный директор СУС-155 Александр Мещеряков, председатель Совета депутатов Красноармейска Татьяна Мещерина, а также исполняющий обязанности главы Красноармейска Владимир Радзевич. Выбор осуществляла область. Наверное, эта компания с областью работает, поэтому здесь же речь идет о строительстве дома и средств области в случае предусмотренных в чрезвычайных ситуациях. Поэтому, значит, это областная. В девятиэтажные дома будут расселены только жители дома номер 2 по улице Морозова или еще 7 ветхих домов по улице Краснофлотской? Ну, предусматривается расселение и по улице Краснофлотской, не только Морозова. Ну, Морозова в первую очередь, но эти дома тоже должны будут расселяться. По расселению остальных домов, это, допустим, по каждым направлениям, там будут разрабатываться программы. В основном это освоение застроенной территории. То есть вот по 8 марта такие решения приняты, есть договор. В рамках этого договора будет 8 марта отселяться. По новой жизни сейчас рассматриваются вопросы формирования условий для заключения договора об освоении застроенных территорий. Потом последуют и другие вопросы. Ну, у нас это связано с улицей еще остается Лермонтово, у нас остается улица Свердлова. То есть, пусть задача такая стоит, и администрация намерена ее постепенно решать. С новостями о культурно-спортивной жизни города, анонсом мероприятий на следующую неделю, а также прогнозом погоды, вас ознакомят мои коллеги Елизавета Гусева и Мария Власова. А я, Анна Кушнаренко, с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, с вами Елизавета Гусева. 17 февраля Театр моды «Фантазия» с коллекцией «Путевые знаки» завоевал второе место на конкурсе молодых дизайнеров «Красота спасет мир». Поздравляем девчонок и желаем им дальнейших успехов. Тем более, что впереди у них выступление на престижном конкурсе детских театров моды в Доме моды Вячеслава Зайцева. 15 февраля в нашем городе состоялось открытие единственного в своем роде детско-юношеского игрового клуба «Территория праздника». Подробности в нашем репортаже. Ирина, расскажите, пожалуйста, поподробнее о деятельности вашего детско-юношеского клуба. Мы работаем по трем направлениям. Первое направление – это наш клуб «Территория праздника», где вы можете отметить день рождения своего ребенка, причем неважно сколько ему, 3 года или 15 лет. Второе направление – это детская игровая комната, где вы можете оставить своего ребенка, если вам нужно отлучиться по делам, в больницу, например, и быть в полной уверенности, что здесь с ним будут заниматься воспитатели. И третье направление – это абонемент на игровую приставку Xbox 360. Ребята могут приходить к нам каждый день и играть в развивающие спортивные игры или просто танцевальные игры. В общем, с пользой проводить время. А теперь мы предлагаем вашему вниманию обзор мероприятий культурных учреждений нашего города. Здравствуйте, уважаемые жители и гости нашего города. С вами городской дворец культуры. Вашему вниманию мы хотим предложить анонс мероприятий, которые пройдут в городском дворце культуры в ближайшее время. Среди 365 дней есть один особенный. В этот день сквозь весенние проталины в мир прорываются волшебный праздник. Он может прийти нежным крокусом или пышной веткой мимозы, хрупким тюльпаном или царственной розой. Все цветы мира ложатся к ногам прекраснейших созданий человечества. Это женщин. В марте мы отмечаем особый, добрый и нежный праздник – Международный женский день. И в преддверии этого праздника городской дворец культуры предлагает вам интересную праздничную программу. 6 марта в 17 часов приглашаем всех женщин, которые уже на заслуженном отдыхе, но при этом не потеряли бодрости, духа, оптимизма и энергии, на праздник «Вечер за столиками» с любовью к женщине. Для вас, дорогие женщины, под звуки духового оркестра будут звучать лучшие песни и мелодии вашей молодости. Можно еще забронировать столики. 7 марта в 18 часов наши праздничные мероприятия продолжат еще один вечер за столиками, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Это Ее Величество Женщина. Более подробную информацию вы можете узнать по телефону, который вы увидите на своих экранах или у нас в городском дворце культуры. Следите за нашими анонсами и скоро вы узнаете, какой сюрприз ждет всех жителей южной части города на Масленичные гуляния. Добро пожаловать и приятного вам отдыха! Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я вас познакомлю с мероприятиями, которые будут проходить в Доме культуры имени Ленина. Впервые в нашем городе будет проходить выставка восковых фигур из города Санкт-Петербурга. Работа выставки с 21 февраля по 10 марта с 11 до 19 часов. 2 марта в 12 часов мы приглашаем самых юных жителей нашего города на цирковую сказку «Невероятные приключения домовенка» с участием дрессированных животных. 6 марта для самых обаятельных, привлекательных дам состоится праздничный концерт «Вход по пригласительным билетам». Если ваше детство и ваша молодость прошли в Советском Союзе, и вы желаете вспомнить эту прекрасную атмосферу, побывать на банкете, потанцевать под лучшие хиты 70-х, 80-х, 90-х годов, мы приглашаем перенестись в 20-й век, в славную эпоху застоя и отпраздновать 8 марта по-советски. Вас ждет безудержное веселье, а также дефицитное меню застоя. Наша вечеринка позволит вам окунуться в мир прошлого. Мы ждем вас 7 марта в 19 часов. 12 и 13 марта в 16 часов клуб «Нам года не беда» проводит развеселую ярмарочную карусель для ветеранов нашего города. В программе игры, шутки, прибаутки, задорные русские песни и танцы и, конечно, угощение блинами. Вход по пригласительным билетам. Если вас заинтересовали наши мероприятия, справки по ним вы можете получить, позвонив по телефону, который видите сейчас на экране. Мы ждем вас в Доме культуры имени Ленина. До свидания. А с прогнозом погоды вас ознакомит наша коллега. Здравствуйте. С вами Мария Власова. И я представляю вам прогноз погоды на следующую неделю. Конец зимы будет комфортно морозным. С понедельника по четверг дневная температура составит минус 4, минус 2 градуса. В ночные часы минус 5, минус 3. Встретим весну мы с температурой на несколько градусов ниже. Днем ожидается минус 5, минус 7. Ночью от минус 10 до минус 8 градусов. Всю неделю будет облачно с небольшими прояснениями. Возможны осадки. А с тех мужчин мы поздравляем с Днем Защитника Отечества. На этом все. Желаем вам хороших выходных и удачной недели. Смотрите нас, и мы будем держать вас в курсе событий. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok